Добрый-добрый вечер еще раз, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Начинаем трансляцию ответного матча Team Empire против LGD. Первую игру Империя давила очень даже усердно. И старались, и все классно было, и все так было жестко, интересно и перспективно, что самое главное. Но эта перспектива на 27-й минуте превратилась в ступор от команды Empire. Они не смогли додавить LGD, а LGD, знаете ли, не вчера в доту начали играть, минимум позавчера, минимум. Поэтому, конечно, команда на опыте, и, естественно, с Phantom Lancer знали, как обходиться, что ему необходимо. Тоже прекрасно понимали, как законтрить Team Empire. Поняли, поняли, и все это случилось достаточно быстро. Ну и, в принципе, сколько Empire наращивали это преимущество, столько, в общем-то, его и теряли. А там сторона упала, еще одна упала, и герои как-то из таверны так и не вылезли. Короче говоря, LGD спуску Empire не даст, и это факт. Это было понятно еще до начала матча. Тут Empire должны были преимущество свое реализовывать в снесенные товара, но не получилось зайти на хэкграунд элементарно. Во-первых, Сайлер не проседал по фарму, даже при том, что его команда терпела. А Сайлер играл на Phantom Lancer, а нормально расфармленный Phantom Lancer, который в топе идет, это, знаете ли, неприятность. Empire от этой неприятности на данном этапе уже избавилась. Третий бан это Phantom Lancer. Четвертый бан это Visp. Чего это вдруг его бояться? Ну и Team LGD забрали себе. Дазла забрали себе, Туско точно такие же два героя, как в прошлом матче. Лина, которую банили Empire в прошлой игре, зашла теперь по пику команды LGD. Пока что не очень понятно, куда Лина отправится. Будет это саппорт Лина или эта Лина будет на мидлейне. Против Квапы, в принципе, Лина стоит, и Квапу, по сути, может и загнать. Рейндж атаки достаточно высокий, плюс постоянный спам Брагганслейвам и Лайтстрекеры, если где-то зайдет Квапу, можно слеть. Но если Квапа займет главенствующую позицию, то и Квапа, по идее, Лину наказать может. Герой не самый плотный. Тут от реализации будет очень много зависеть. Team Empire забанили Shadow Finda, также отлетает в баню Undying, ну и PL с Vispon, которого мы уже с вами обсудили. LGD Gaming, в свою очередь, забанили Bloodseeker, забанили Shaker от Yoku, и Silent не получит Герокоптера, а Resolution не получит никакого Лешрака. Ну и Antimag от Team Empire. Тяжелая артиллерия в пике Team Empire, Silent будет играть на этом герое, это факт. И вот какой был PL в прошлой игре, такой, в принципе, может быть и Antimag в этом матче. Ну, надеюсь, что Empire не начнут так, как начали в том матче игроки команды LGD Gaming, а вот теперь у меня есть подозрение, что LGD Gaming будут давить, и, по сути, преимущество свое могут додавить до конца. Лекан, который появляется в пике LGD, это очень крутая страта на пуш. Это сам по себе пуш-потенциал достаточно мощный. Ну и там, естественно, эти же все собаки у Лекана, все Некрономиконы, которые будут в процессе появляться. Все это не очень легко вывозимо, Team Empire. Надо кого-то уже на пуш. Кто-то должен с этим разбираться. В принципе, Antimag может с этим разбираться, но если там от сплэша где-то умирают Некра и Магнус. Ну, вы просто обрадовали Team Empire по классике. Я на каждом стриме говорю, что Магнус нужен под Antimag, он собирает всех вместе, он дает дополнительный буст АМ, АМ может забить болт вообще на 4200, который надо там, или 4500, который надо тратить на Battle Fury и спокойненько себе формить Манта Стайл, Абисал Блейд, все остальное сделает Магнус. Если все будут живы, все будет в порядке. Antimag и Магнус от Team Empire. Магнус, естественно, для Йоку и, скорее всего, на сложную. Хотя, может быть, в принципе, соло-линия будет и легкая от Team Empire. Глянем еще. Квапа вот для Сайлента, или квапа все-таки для Резолюшна на Мидлейн. Прошлый матч Сайлент откатал на Queen of Pain в паре с Алохой был, и в паре с Always One Offline стоял на линии Йоку. Соло стоял против туской котла и очень хорошо отстоял. Там, правда, конечно, и флай двигался к нему, и сливался периодически. Ну, в целом, начальная стадия игры от Team Empire была очень крутой, просто что додавить надо было. Но это было совсем непросто. Совсем. Витч Доктор банится от команды LGD Gaming. Ну и, по сути, последний пик у Team Empire будет саппортом. Фармить уже есть, кому Мидлейн есть, сложная есть. Ну и Шторм Спирит снова в пике LGD Gaming. Опять мэйби будет бесить. Ну и вы видите, да, что Лина есть в пике, но она, скорее всего, не будет у нас ни Мидлейн стоять, ни фармить. Лина у нас будет саппортом с хорошим потенциалом на лейту, но, тем не менее, саппортом. Таск, я думаю, отправится в сложную, и опять будет Яоу играть на данном персонаже. В паре, скорее всего, с Ксяуэйтом на Дазде. Ну и Лина, я думаю, для ММА отойдет. Мидлейн это Мэйби, и Ликан это Сайлор, это Сайлор. Ну и у Team Empire остался герой для Always Wanna Flyer. Баунти Хантер, скорее всего, для Алохи будет, и Флайю надо добирать какого-то спасительного героя, кто бы это мог быть. Но Винтер Виверн, я вижу, отсутствует в бане, по идее, можно ее забрать. Если Магнус всех соберет, то почему бы и нет? Это еще одна степень контроля, это еще один вариант кого-то поймать. Ульта Виверна на одного из персонажей, пусть стоят месяц, кружком Антимаг будет остальных нарезать в это время. Как минимум Ману сливать, ну а там уже варики будут появиться поинтереснее. Ну или Энигма опять же влез. Опять же Энигма влез под общую комбу, это очень круто. Виверн, Энигма, Виверн, Энигма, Энигма, Виверн, сейчас узнаем, кто это будет. А может вообще и не те, и не другие. Ну задача на следующего героя будет колоссальных масштабов. Ему не только придется тут саппортить, ловить, но и контролить придется очень жестко. Надо какой-то функционального героя, который мог бы всех застопить, засловить, остановить и поддержать под контролем. Дезратор. Кинетик Филд и Статик Шторм под Магнуса. Да, да, пожалуй, да. Пожалуй, да. Шторм Спирит сразу затыкается. Лина не такая бесячная. Ну окей, все. Пикнули Шторм Спирита игроки команды LGD напоследок. Мэйби забирает этого героя Сайлор, будет играть на Лайконе. Лина, это Ксяуэйт. Яу берет себе Тузка и ММА будет играть на Дазли. Со стороны команды Эмпайр. Йоку забирает себе Магнус. Always One of Life будет играть на Дизрапторе. Антимаг это Сайлент. Баунти Хантер это Алоха Дэнс. И Резолюшн будет играть на Queen of Pain. Пожелаем командам удачи. Конечно же, обеим командам, ну... Удачи команды Эмпайр пожелаем чуть-чуточку побольше. Мы же не можем так прям откровенно топить за один из коллективов. Ха-ха. Конечно. Все, расходятся по лайнам игроки. Йоку отправляется на сложную на Магнусе. В Соло. Алоха Дэнс будет у нас с Ходячим Вардом. Квап Аут Резолюшн на Мидлейн. Сайлент будет фармить на Антимаги. На Туп Лейне вместе с Always One of Life. По сути, стоять будут даблой, потому что Алоха там тусить в принципе не должен. Алоха, по идее, на Мидлейне будет стоять и пока что стараться портить жизнь Шторм Спириту. Мэйби отправляется в Мидлейн. Сложно. Отправляется Яу на Таски. И Дазл пойдет к нему, не пойдет. Сейчас узнаем. Ксяу Эйд, Сайлор, ММА и Мэйби уже в собственном лесу. Уже будут... А будут-то они что делать? Будут они ловить Алоха Дэнса, потому что понятно, куда Алоха может в принципе направиться. Но Алоха Дэнс не такой уж и дурак. Алоха Дэнс не отправляется во вражеский лес. Ему это ни к чему. Алоха Дэнс немножко другую степь забрел. Он прекрасно понимает, что здесь где-то будет Вардик, увидят, что он прошел и просто его на куски разорвут. У ММА есть один вариант для того, чтобы поймать и проанализировать, куда идет герой. Яу, неужели увидел? Неужели увидел? Или Алоха Дэнс увидел Яу? Пинговал? По-моему, по-моему, по-моему... По-моему, Дизраптор пинговал. Не Туск, точно не Фиолетовый. Ну и Вард здесь стоит вот Алохи. Хайграунд Эмпайр будет видеть соперника. Ну и забирает руну на топ-лейне. Забирает ее резолюшно и отправляется на мид-лейн. И здесь руну, конечно же, забирает Ликан. Что, простите? Ликан будет стоять мид-лейн против Квапы или нет? Или мне кажется? Мне не кажется. Сам Мэйби отправляется на нижний лайн. Ликану досталось баунти руна. И он здесь будет стоять против Квин оф Пейн. Я думаю, не все идет по плану. Тим Эмпайр на данный момент. Хотя, с другой стороны Сайлера можно забить. Алоха Дэнс сразу же понимает, что здесь кто поставит. Надо уже Варды себе тащить. Сайлер уже через Хауль идет. Все для раннего фарма. Здесь лунталисман для раннего фарма. А у Сайлера ничего такого нет и быть не может. Понятно, что там не будут никакие брасера появляться для Сайлера. Это ему ни к чему. У него прирост статов хороший. У него ХП предостаточно. Один ПТ, по-моему, тысячу Хеллспоинтов Ликану дает, когда появляется. Это в среднем где-то шестая-седьмая минута. Может даже и пораньше. И Ксяо Эйд ничем не занимается. Провожает Курьеров, носит батлы. По сути является таким вот промежуточным локомотивом. Еще один вард от команды LGD. Алоха Дэнсу неприятно. Один вард разбили. Второй вард, не пойми где, взялся. Ксяо Эйд притарабанил варды. У него есть с собой еще. Поэтому просто так команда Эмпайр здесь на дурака Тим ЛГД не поймает. Йоку на сложной линии. Пока к крипам не подходил. Один на ноль у Йоку. Ой, неприятности-то какие. Ну здесь Мэйби 4 на 4. Здесь ММОА через Позен Тач идет. Йоку будут здесь постоянно месить и издеваться над ним. Таск от Яу 2 на 0. У Сайлента 7 на 3. Вот это мне больше нравится. 8-4. И Резолюшн 8-3. Сайлент. И только потом Мэйби. Только потом Сайлент. По идее, Квапа должна унижать Соло Сайлера. Еще один вард от Алоха Дэнса. Разбили вард от Тим ЛГД. Ну и Резолюшн просто нон-стоп должен гнобить Сайлента. Нон-стоп. Сайлера. Сайлента не надо гнобить. Так, Резолюшн будет прыгать под Тавр. Скорее всего у него нет. Скрим оф Пейн прыгает за Сайлером. Ну и здесь перепутал немножко Резолюшн. Скрим оф Пейн не было, поэтому вариантов орваться было очень мало. Резолюшн. Гляньте, какой контроль пространства. Подставляется все-таки под вард Резолюшн. Всего лишь на один удар. Лох-эпэшный Сайлер уходит отсюда. Хилинг Селф провязал. И Алоха Дэнс ищет Курьера. Или кого ищет? Или Ксяу Эйта ищет? А у Ксяу нет вардов с собой. Так, пни его. Дай ему под зад. Пока что без фрагов. Возвращается Сайлер. Фулловый по хеллспоинтам. Резолюшн. Не фулловый совсем. И Резолюшн уже батла катится в Курьере. По такому пику Тим ЛГД вряд ли кто-то за Тавр мог бы зайти. И поэтому даже не обезопасили Курьера. Курьер тут сам по себе гуляет. Юка отправляется в вражеский лес. Понимает где тут крипы. Чем они занимаются. У него есть второго левела. Шоквейв. Одного, второго, третьего, пятого, десятого. Юка уже 5 на 0 имеет крипстат. Первые два крипстата. Резолюшн и Сайлент. Не может не радовать. Мэйби. 15 на 6. И 11 на 1 у Сайлера. Но антимаг фармит. Это великолепно. При наличии Магнуса в пике. Я думаю что Юка где-то левел к 8-9 будет качать им пауэр у нас. И по сути подарит хороший фарм антимагу. Можно батлфьюри собирать. Можно не собирать. Это уже не так критично. То есть варианты появляются. Варианты появляются. И самое приятное для командной пауэр. Что есть очень жесткая глубокая лейта. Есть антимаг. Который по идее в лейте. Ну с собакой разбирается 100%. С лейканом можно будет бороться. Естественно Лина. Естественно Даззл. Даже Шторм Спирит. Все эти ребята будут. Если БКБ например будет у Сайлента. Будут просто умирать от иллюзий. А иллюзии будут. Иначе на кой пес антимаг. Вообще кому нужен? Сайлент пошел в лес. Еще и крипами подъедается. Все хорошо. По нетворцу давайте посмотрим. 2-150. У него 1950 у резолюшена. Дальше идет Мэйби. Который по идее Йоку там загоняет. Алоха Дэнс лукэпэшный. Врыв на него. Алоха Дэнс в инвизи. Вард его не палит. Волки тоже не знают где находится Алоха. Ткнуть вардов больше нет. Алоха Дэнс. Ох как неприятно. Неприятно случилось. У Алоха Дэнс житуха. Его просто бросила Айшардом на ХГ. Теперь Алоха стоит бедняжкой и плачет. Просто плачет. Снимите меня. Сделайте что-нибудь. Ребята. Ну летит уже Курьер. Несет ТП для Алоха Дэнса. Об этом не имеют представления игроки команды LGD. И это очень на руку на самом деле сейчас Алохи. Потому что пришли бы поставили вард. Плюс Курьера подождали бы и развалили. Еще один с интервард от команды LGD на мидлейне. Ну естественно они знают, что никуда просто так Алоха не уйдет, если его отсюда не прогнать. Прилетает Алоха на мидлейн. Вард понятное дело что палится по идее. Да, потому что здесь разбили сентрик от команды Empire. Алохи надо поставить вард и быстренько надо расковырять вард на ХГ. Все, поставили вард. Будут разбивать вард на мидлейне. Война просто сентрика. Алоха печальность. Столько внимания к нему конечно Алоха тут. Старается максимально аккуратно играть. У него пока еще даже третьего левела нет на шестой минуте. Как там Сайлент? У него на шестой минуте есть шестой левел. Еще один крип и все. В принципе Сайлент уже будет с мановоидом. У него есть ПТ. Это хорошо. У него есть пурманшилд. У него есть кулингбейт. Не знаю будет ли баттл фьюри или нет. Увидим следующим артефактом. Если и да, то по идее будет Ring of Hells появляться для Сайлента. Хотя его не сильно давят на лайне. Может быть появится и первым делом Клеймор. Сейчас глянем и узнаем. Может вообще пойдет в Hand of Midas у нас с антимаг. Если дадут варианты. Наверняка Эмпайр будет затягивать до глубокой лейты. Когда будет 2 РП от Магнуса. Когда будет хорошая степень контроля. Когда Резолюшн будет со всей своей ерундой приятной. Я говорю о баганимах. Я говорю естественно о Хексах. Которые тоже здесь мастхев. Потому что со Штормом надо разбираться. В прошлой игре законтрить его не было чем вообще. Шторма не контролили. И если не прыгал там например Декан на даггере. Не давал стан. Не успевали за стан вместе с Йоку развалить Шторм Спирита. То мэйби вообще был untouchable абсолютно. Эмпайр выигрывает по фарму. Тысячу с копейками. По экспириенсу выигрывают 600. В чате сказали что Эмпайр первую катку сольют. А вторую и третью выиграют. Я не против в принципе. Прогнозы уже на 30% сбылись. И это не самые приятные 30% из этих прогнозов. Конкретно слив Эмпайр первой катки. Он уже произошел Эмперия в роли аутсайдера. Они отстают. И им надо кровь из носу здесь бороться за следующий поинт. Переводить все в решающую Best of One катку. И там уже на характере переигрывать LGD. Которые их все считают фаворитами. Это не удивительно. LGD абсолютно звездный состав. Китайцы которые смогли. 33 раза появлялся Баунти Хантер. Я вижу от статуса на инфа наши. 57% побед на нем. Лина. 5 матчей 100% победы. И Таск 7 раз. Это я так понимаю от LGD скрипс. Не или нет от Эмпайр. И Магнус от Эмпайр. 2 матча и 2 победы. Ну как такую статистику портить вообще? Пусть будет. Пусть будет. Магнус 3 матча и 3 победы. Я за такую стату. Кто за плюс в чат? Гоу-гоу. Мэйби. На Шторм Спирити уже 47 на 18 имейт. Он по-прежнему держит стабильное третье место по Нетворсу. Это хорошо. Третий всегда лучше чем первый. Если мы говорим о соперниках. Второе место у нас у Резолюшена. И первое место Сайлент. Тот кто должен фармить тот фармит. Анти Маг фармит. И это очень даже хорошо. Алоха Дэнс встретился с Сайлером. Забрал у него из-под носа руну регенерации. И Резолюшен забирает Баунти Руну на топ лейне. У Резолюшена это особый плюс. Потому что руна для Резо это пополнение Батлы. Пополнение Батлы это комфортная ситуация на Медвене. Ксяу пришел здесь в соло попинаться с Резолюшеном. Восьмой левел. По идее Ксяу Эйд тут сливается просто в хлам очень быстро. Просто прыгнуть, запилить Shadow Strike. Четвертый Scream of Pain. Sonic Wave. Даже думать нефиг. В инвизии Алоха Дэнс. Он понимает, что его не видит ММА. ММА не пинговал. Значит не стопил его Алоха Дэнс. Значит инфо не владеет. Ну и вот они границы этого варда. Алоха Дэнс сейчас если наступит на варду, то толпой просто разорвут ему лицо моментально. Фармит Резолюшен. А Сентрик пропал. Вот Team Empire возможно его и развалили. Потому что Сентрик стоял вот здесь. Так, ФБ у нас. Баунти Хантера поймали на руне. Баунти Хантера убили. Просветили его и очень быстро с ним справились. В принципе давайте перемотаем. Есть такие варианты. Давайте посмотрим. Как умирали герои. Алоха Дэнс прошел под вардом. Увидели где он находится. Знают. Полетел в него. Сноуболт. Просветили. Ну и конечно пускать никто его здесь не собирался. Счет 1-0. Команда Эмпайра дает First Blood. Это не так дорого по сути. Но это неприятно по-любому. Империя выигрывает. 1300 по золоту. 750 по экспириенсу. Пока все достаточно хорошо для Team Empire. Антимаг. Есть уже Ring of Health. Есть уже Broad Sword для Сайлента. Осталось 1000 голды для Клеймора. И осталось 870 до приобретения в принципе Battle Fury. Как там Йоку? Есть ли у него импауэр? Нет. Пока что никаких импауэров. РПшка. Скьюер. Такие дела. Мэйби уже с Боллайтингом 8-го левела. Он квапа почти 9-го. Ну и... Борьба за руну. Резолюшн. Не успевает. Или успевает. Да, Резолюшн успевает брать руну. Потому что не переключался на Shadow Strike. Не переключался на Sonic Wave и Scream of Pain. Просто взял и провязал... Свой райт-клик, чтобы забирать руну. Always wanna fly. Low HP. Low HP здесь таск. За Яо дальше бежит Сайлент. Еще один удар должен разваливаться. Яо дазл очень неудачно. Сайлента будут ловить. А здесь нет никакого дазла, который подсейвил. В итоге Лину забрали и потеряли антимага. Размен точно не в пользу Team Empire. Это вам 100% говорю. 550 голды зарабатывает LGD и 916 по экспириенсу тоже в пользу Team LGD. Но Сайлент пришел, попытался помочь. Отчасти помог. Не забрали Яо, забрали Лину. Это прямо-таки, скажем, не алло. Но Empire в плюсе по ГЛТ. Все 2,5 по золоту и 1000 по экспириенсу. И у них кручило и там, мне кажется. Если исключить Шторм Спирита, конечно же, антимаг. Это полкоманды вырезано за один файт. Главное, чтобы не лился. А.М. смещается после этого фрага на второе место. На первом месте Resolution, что тоже плюсом для Empire. Прыжок на Сайлера. У Resolution на Соник Вейва нет. И Resolution здесь с волками разбирается. Еще и под Центриком стоит Алоха. О нем все знают. Ну и волки формят. Волки формят. Shadow Strike спадает с Сайлера. Он отходит. Dyer's top tower is under attack. Так, как поживает там Савер, если у него Владмер. На Алоха Дэнса прыжок, ММА не жалеет ульту. На Алоха Дэнс странно, очень даже странно, чем его контролить-то. Алоха Дэнса нечем было законтролить. Волками не подстопишь, потому что маленький скилл. Да нет, волками не подстопишь, потому что Алоха Дэнс понимал, что его ждет и просто бежал отсюда. Четвертого левела Алоха Дэнс. Не будем забывать еще и про такую полезную штуку, как трек. От Баунти Хантера это половина экономической ситуации вообще исправляется, когда трек юзаешь по-нормальному. Ну и уже полторы тысячи империя по золоту и по экспириенсу тысяча тоже для Team Empire. Вся Уэйта ловят прыжок от Resolution, и Resolution забирает Лину. Смешно, и правда очень смешно, 2-2 становится счет. У Йоку есть Скиуэр, у Йоку есть РП, у Йоку 1200 на руках. По идее, можно уже Магнусу куда-нибудь в лес уйти, если некомфортная ситуация, она сложная. Но Магнусу необходим Даггер просто обязательно. Чем раньше появится Даггер у команды Empire, тем больше у них шансов к Лейте выйти просто терминаторами жесткими. Империя полторы тысячи золота и две тысячи экспириенс тоже в пользу Team Empire. У Сайлора уже есть, Владмир нет пока еще Медальона, поэтому я думаю, что не будет выхода на Роху в ближайшее время. По идее, все это происходит уже после появления Медальона, пока рановато. Ну и вообще, ЛГД выбрали целью тут пуш, как я понимаю. Центральный лайн сваливается, вдруг кто придет дефтит, кто с маком. ЛГД заходят на ХГ. Флай под Тауром, Флай не палится. Точнее, не подставляется. Как там дела у Сайлента? У Сайлента уже готов персик, у него 680 на руках. По идее, у Сайлента минуты через 2-3 должен быть Battle Fury. С Battle Fury, с РПшкой и с треками, которые у Баунти Хантера появились, можно будет драться. Под Вардом пробежал Алоха, или мне показалось? Да, Сентривард стоит от команды ЛГД, поняли, где есть Алоха. Алоха понял, где находится Сайлер. Так, прыжок за Алоха Дэнсом, просветка есть от Мэйби. Дальше за Алоха Дэнсом, Вортекс на него. Задувка от Сауэйта, минус Алоха Дэнс. 3-2 становится счет, подфидел. 480 голды зарабатывает команда ЛГД на своем оппоненте. У Квапы уже есть Даггер. Ой, какой там Даггер? У Квапы есть встроенный Даггер. От самого первого левела. У Квапы есть Юл. Резолюшн заработал себе на Юл. Он топный творчес на карте. Второе место делит у нас Сайлент и Мэйби. На Шторм спереди. И потом идет Сайлер. Очень ровные первые 4 позиции. Два игрока Империи, два игрока команды ЛГД друг за другом. Тут, ну, плохо, что Сайлент, конечно, отдаляется. Ну, Сайлент теперь уже практически с готовым Баттл Фьюри. Ну, Сайленту не надо здесь стоять. Надо валить отсюда. Хотя Йоку есть здесь. Сайлент в итоге забирает у нас Тавру. У него появляется Клеймор. Все. В общем-то, все готово. Все хорошо. Есть у него готовый уже. Баттл Фьюри осталось только Курьером себе принести. Ну и фарм теперь у команды Импайр повысится. Тысячу голды они выигрывают у ЛГД. И по экспириенсу две. Ну, здесь поймали флайер. Флайк погибает. Уже настолько дазл привычно, мне кажется. Ксяуэйта в это время разобрали. Так ему и надо. Ходит тут Капитана из себя. Корчит ММОА. Еще ММОА забрали. Минус 2. Это даблкилл для Йоку. А это значит, что у Йоку появляется даггер. Все. На базу забрать даггер. Здесь есть Баттл Фьюри. У Антимага летит или не летит? Да, по идее, летит. У Антимага есть Баттл Фьюри. Эмпавер сейчас должен уже качаться Йоку. Ну и можно массфайты организовать. РПшка еще ни разу Магнусом не была проюзана. А мы знаем, как Йоку охренительно дает эти РП. Наверное, так же охренительно, как дает Эхаслемы на Шейкере. И Эпицентр на Сент-Кинге. Ну, тем он и славится. В рывные персонажи даются Йоку просто великолепно. Сыдно, какая-то сорвиголовашная дота. Нечасто увидишь такие агрессивные мувы вообще от офлейнеров. По сути-то, смотришь на реализацию героев от Йоку, например, у Тайса и Сайса, и понимаешь, какие у офлейнеры должны быть. Йоку и правда очень яркое пятно в составе команды Эмпайр. Шторм Спирит, где ты эти деньги берешь? Хотя бы 96 крипстатов у Мэйби. Ничего бы и не брать. Стоял в соло против Йоку. Йоку не такой уж и фермер серьезный. 54 крипа за 17 минут. Естественно, отбирать ничего не получилось. Тем более, за динайных ноль все это доставалось, конечно же, Шторм Спирит. То, что Мэйби умеет контролить своим персонажем, и что он умеет фармить, я думаю, никто не сомневается. Некрапа являются у Ликана. Ликана-Пеликана. Полторы тысячи Эмпайр, и по золоту, и по экспириенсу 2700 тоже в пользу команды Империи. Еще раз повторюсь, у них есть антимаг. Дальше фарм просто чуть ли не в геометрической прогрессии будет увеличиваться. У Резолюшена тысяча... Две. Тысяча две по галде. 125 крипов. Ну, нормально. Резолюшена тоже особо не мучили. Фармил очень даже хорошо. Ликана отстает. Не на много, конечно, но отстает. Копейки, по идее. Сейчас еще и Роха падает для команды LGD. Об этом не должны знать. На Скьюри привозят у нас Яо. Яо под Тавром стоит. По идее, должны Яо забирать. Шадоу Страйк висит на нем. Полностью на флайну как что-нибудь обновить. Видите, прыгает по паут. Резолюшена глимсует назад. У нас Яо. Яо здесь заберут. Еще один плевок здесь от Резолюшена. Минус Яо. Ну и Роха в это время падает. Сайвер подбирает Рошана, а Эгу забирает Шторм Спирит. Жадный Мэйби, ну это и правильно. В принципе, Мэйби надо нафармить Бладстоун. А этому парню ничего нафармить не надо. У него уже все есть. Владмир есть, Некра есть. Крипы и так будут сыпаться. В файтах, если умрет, то ничего страшного. Сейчас будут Некра второго левела. По идее, Сайлер уже всего необходимого добился. Ну и Сала на Сайлента. А Сайлент на это Сала, в принципе, Сау. Короче говоря, Сайлент не боится у нас. Шторм Спирита это то, к чему я клонил. А у Сайлента есть уже Блэйда Фалакрити. Сейчас будет готов Яша. Вот, пожалуйста, я никому не врал. Яша есть уже у Сайлента. Антимаг? Нормально, на ходу. Антимага третий Нетворс на карте. Но это все, естественно, вопрос времени. Потому что АМ по идее никуда у нас уходить не может. Не будет. Он будет выфармливать одну линию. Он будет выфармливать свой лес, вражеский лес, другую линию. Эншентов. По идее, о Сайленте в ближайшее время в масс-файтах можем мы забыть. И как-то не печально, но в игре у нас участвовать будет постольку поскольку. Если вдруг какая-то вообще абсолютно жесткая ситуация, где без него не справиться. Но пока что спокойненько Сайлент выфармливает лайны. Достаточно опрометчиво, мне кажется, с Курьером команда Эмпайр играет. Вот, сразу все поменялось. Сразу Курьер полетел через деревья, потому что знают, что где-то здесь тусит команда LGD. А значит, они в лесу тоже заспамили вот такой вот ерундой. Значит, они ждут, что там Сайлент хочет принести себе и где вообще сам Сайлент. Будут с ним разбираться. Все, Яша есть для антимага. У него есть Battle Fury. По демиджу всего предостаточно. В это время забирают Дизраптора. Антимаг на нижней лайн. На Эншентов пошел антимаг. Сам себе стакать, сам себе бить. Будет ли Владмер, сейчас узнаем. У Магнуса есть даггер, я еще РП не видел от Йоку. Почему все не собираются вместе? У Дизраптора есть ульт. Почему Дизраптор этот ульт не юзает? У Баунти есть треки, почему не файтятся? Ну вот, как пишут нам в чате, Сайлент является лучшим игроком по вопросам ГПМ на турнире. ГПМ у чувака 629. Вообще больше 600, это значит очень хорошо. И независимо. Команда тащила, не тащила. 629, это круто. Все, что больше 500, на самом деле, это считается выше среднего, поэтому 600 с копейками, это тем более стабильное 600 с копейками, это средний показатель. То есть у него там было и 800, наверное, и 1000. Но средний больше 600, это круто. Это круто, и с этим круто. Команде Эмпайр надо бороться. А ну-ка, Сайлент удиви. Сколько ГПМ у него? 509 сейчас, 20-я, 21-я минута, достаточно неплохо. Первый по ГПМ. Ну и по Нотворцу, по идее, тоже вырвался вперед. Так и есть, обгоняет Сайлера. Давайте пробежимся по артефактам. 20 минут все-таки сыграно. Я вижу, что квапа привела у нас даггер. Дойдем еще до резолюшена. У Сайлента есть деньги на Ultimate Orb уже. Яша есть, Battle Fury у него тоже имеется. Баунти Хантер от Алоха Дэнса умирает во вражеском лесу. Не изменяет стилю. Это не сама повторы, это стиль. Йоку без кьюра. Даггер не дадут. Йоку прорезать. Йоку здесь, скорее всего, и останется. РП тоже Йоку не тратит. Ну и третий Некра. Прилетают у нас Ликантропу. Баунти Хантер, Аркан Буцы. Есть у Рупов Вином для Алоха. Так, заруба на мидлейне. Сайлер просто волками отгоняет отсюда резолюшены. Я на тебя собак направляю. Магнус у нас уже с Блинкдаггером Йоку метит на палку-толкалку. Дизраптор. Урнов Шадоу с Бутсов Спит у него есть. Так, Алоха Дэнс где-то приставит по ХП. Просветили Алоху. Алоха опять поумирает. 9-5. Почему ты, Алоха, ходишь без команды? Хватит вардить. Это все плохо закончится. 22-ая минута. Третий Некра. Неужели сейчас будут проюзаны и будет пушиться линия? Так и есть. Центральная линия начинает пушиться. Крипы очень быстро сжираются. Неужели Эмпайр просто так будут отдавать линию Алоха Дэнс? Ну что за... Да, в четвером драться против пятерых это тухловато, конечно. Барак начинает падать. Сразу на милишный барак переключается команда LGD. Пушит, 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 пушит. Красного не трожьте. Некраун мой. Резолюшн у нас лоу-хпшный. В Штормскире... В Статик Шторме стоит вся команда LGD. Но это ничем хорошим для Эмпайр не заканчивается. Мэйби лоу-хпшный у него есть Аэга. Все, Аэга пропадает. Можно убивать Мэйби. Но не успевает убить Мэйби Сайлент. Не провязал в итоге Манавоид. И команда Эмпайр теряет Тауэр на Мидлейн. Файтов не было. Таких, которые планировались. Под Эмпауэром, под естественной РПшкой, под Статик Штормом вменяемым. Команда Эмпайр не атакует, а LGD атакует. Атакует LGD, хотя так быть не должно. У команды Эмпайр врывная острота. Они должны нападать. Они должны собирать всех вместе. Антимаг должен вырезать всех и каждого. У него есть Манта Стайл. У него есть Бэтл Фьюри. Он под Эмпауэром. Ему надо давать варианты бить. А он не должен стоять и смотреть, как умер Алоха Дэнс. И как здесь падает барак сам по себе. Черт возьми. LGD уже погладел 4.5. По экспириенсу команда Эмпайр проиграла все, что выигрывала до 0. Скатились графики. Ну и артефакты здесь. Аганим есть у Резолюшина. Есть Юл у Дезраптора. Ничего интересного. Баунти Хантер. Тоже абсолютно печально. У Алоха Дэнс 0.5.0. Антимаг пришел показывать, как фарм делается. Есть Даггер у Йоку. Есть Стап Физодри. И Аркан Буцы у Йоку мы видели. Ну и теперь по команде LGD. Сайвер. Есть уже Хипперстоун. Кираса. Кадалековато. И это пока еще сносная ситуация. Даззл. Аркан Буцы Брастер. Ничего интересного. Пошел за место у нас на топлейне. Сайнет лох ЭПшный. Разорвало Штарма. Это уже хорошо. Сайнет побежал дальше за Яо. По идее выхилить его и нечем. А чем выхиливать здесь Антимага? Просто... Просто регены. Все. Никаких даззлов. Никаких. ВД очень неудачная ульта от Резолюшена. Ни в кого абсолютно. Потому что в Яуле был Яо. И в Яуле был Сяо Эйд точнее. Яо не был. Йоку. Лоу ХПшный. РП у Йоку был проюзан. Йоку еще и перед смертью дает у нас Шоквейв. И Баунти Хантер отсюда не уйдет. Баунти развалили. Минус 2 от команды LGD. И одного забрали им Перцы. Ну, по сути это... Конечно, файт в минус. Или в плюс. 870 голды за одного несчастного Штормспейта. Ну, как несчастного. 12 тысяч Нетворца. Это больше, чем Always One a Fly, Алоха Дэнс и Йоку вместе взятые. Наверное, не несчастно это точно. А антимаг. Теперь точно говорю. Единственная надежда антимаг. РПшки, РПшками. Кто-то должен бить руками. Это должен делать Сайлент. Других вариантов у Team Empire нет. Они брали чувака, который может One Man Dota делать. Главное, чтобы варианты были для фарма. Спейский рейтинг вроде от Empire и не организовывается лично саппортами или кем-то еще. Не стакают эншентов. Здесь нихрена не делают. Но при этом Сайлент самостоятельно. Пока что позволяет себе бегать где только его душе угодно. Все, бежать, бежать, бежать. После манта Стайла 1000 голды на руках у антимага. 15 тысяч Нетворц у него. 13 с половиной у Сайлера. У него рецепт на Керасу есть уже. В принципе, да, на какой-то из артефактов или на рецепт Керасы хватает. Штам Спирит с Бладстоуном. 6 зарядов. Это в плюс Империи. Оркит есть. Ну и такое по мелочи. Линок Сяоэйт. Есть Юл. Есть Аркан Буци. И Дастов Упериенс. Сук Сяоэйт на случай, если Алоха Дэнс где-то прошвырнется. Все против него. Алоха Дэнса захейтили здесь как могли. 6-0 идет Алоха Дэнс. Сейчас нижний лайн пушится. Ну и вот 27-ая минута. Команда LGT. Повторяет историю Team Empire. Они тоже к тому моменту снесли все внешние товара. Но преимущество не 15к. Преимущество всего лишь 3000. И верю в антимага вообще. Один из... не один из, а самый любимый герой. Герой, который делает чистенько, ровненько все рез... Режет, режет, режет. Один раз, два раза, три раза ульта. До свидания. Есть варианты у антимага. Есть варианты от Сайленса избавляться. Благодаря монтостайлу нормальный дэмэдж. Сплэш. Все это, конечно, очень круто. Все это под Эмпауэром Магнуса, по идее, должно заходить. Но для этого, еще раз говорю, Эмпауэр должны ворваться. И комбат должна пройти. Там должен быть Магнус. Там должен быть Статик Шторма Дизраптора и Кенетик Филд. А потом пусть антимаг нарезает. А потом пусть Квапа задувает сверху. И пусть Трекена все это раздает Баунти Хантер. Если же наоборот, если врывается Шторм Спирит, цепляет одного несчастного Магнуса, и он не знает, что делать, он под Сайленсом, и печаль беда абсолютная у Йоку, то, конечно, никаких файтов быть не может в принципе. Удачных для Тим Эмпари. Графики 3000, LGD, Experience, LGD выигрывают. Не выигрывают, а проигрывают. 800, даже 900. Ну, как и с Империей было в прошлом матче. Они вроде давили-давили, выигрывали по счету, по фарму, а там просто один Сайлер фармил, зарабатывал себе левел, и за счет этого левела, в принципе, по экспириенцию впереди была команда LGD. Ну, вот он файт. По сути, неорганизованный, врывается здесь Мэйби. У Мэйби практически нет маны. Йоку привозит у нас Мэйби. Мэйби улетает на ХГ. Забрали Дизраптора. Дизраптор, кстати, к Шторм провязал. Он уже не очень нужен. Алоха Денса здесь гоняет. Где в это время Сайлент? Покажись. Антимаг. Антимаг на ХГГ. Йоку РП не провязал. Антимаг под Эмпауэром. У него 250 с руки. Забирает Некров. Сайлент заработал Гаудишки. Здесь у него 1500 на руках после талисманов Вейджин. Кто будет собирать МКБ? Ликан или Шторм Спирит? Вы понимаете, да, что такое вынудить Шторм Спирита собрать Манки Кингбат? Это плохо. Это плохо. И это идет в минус количеству маны Шторм Спирита. Потому что надо тратить их на что-то более полезное. Но в таком случае Сайлент будет неуязвим от Шторма. Если будет нормальный уворот плюс иллюзии не пойми кого бить. Может получиться. Следующим артефактом выбрал себе Баттерфляй Антимаг и полностью с ним согласен. ХП, правда, маловато, конечно, у Сайлента. Но с ПТшкой на силу тут ХП 1600 где-то. И отхила никакого у Сайлента нет. Мекки нет и не будет пока. Дезераптор собрать ее не может. Алоха Дэнс просто несчастный 0.7.1 с 20 крипами. Ну и забирает Рошана, команда LGD в это время. Ждем риф от Йоку. Йоку есть РПшка. Подвежит и Йоку. А в итоге на Йоку врывается. Йоку сам не агрится. Ну и сейчас можно было бы прыгнуть, собрать всех. В итоге теряют из Раптора еще раз. Стадик Шторм не проюзан. И Йоку на Скиури пытается уехать. Сайлер, по идее, не доедает Йоку. Где в это время Сайлент? Антимаг пошел фармить линию. Импер понимает варианты для эскейпа. Это нормальный трансфармленный антимаг. Других вариантов нет в принципе. Сайлент сразу ТП на базу. Ну и где Йоку? Ждем вриф от Йоку. Не собираются больше двух игроки команды LGD. Алоха Дэнс Алоэ. Это Алоха Дэнс Лоу ХПшный. Но куда прыгать Йоку? Йоку просто бегает и не знает, кого где поймать. Толкает себя. РП не проюзан от Йоку. И снова входит у нас Яо. Йоку летает. Вверх ногами Йоку РП не проюзал. Ульта пошла от Сайлента. Не очень удачный. Стадик Шторм от Дезераптора. Франу минус 2 Эмпайр уже делают. Кривая драка. Но это при этом драка на... В пользу команды Империя должна быть. Сайлор улетает. ММА поднимает ветра. ММА никуда отсюда не денется. ММА я здесь заберу. Трифт-два. Трипл килл от Сайлента. Вот зачем фармил. Вот чего добитвался Антимаг. В этом файте Антимаг должен очень плотно поднять по голде. Я думаю, тысячи две Сайлент заработал. 1240... Я не очень. Треков... Сколько было треков? Сколько? Сколько? Нисколько. Посмотрите, что происходит. Алоха Дэнс в силу своей слабости не разбрасывает треки. В итоге Империя забирает четверых. Но ни хренище не поднимает по дополнительному фарму. Это плохо. Это очень-очень плохо. Появляется Баттерфляй у Антимага. Это уже очень-очень нормально. Это хорошо. 31-ая минута. В принципе, все в порядке. Есть Владмер. Сайлент понял, что ждать помощи нет кого. Помоги себе сам. Ну и собирает себе Владмер. Есть у него Баттл Фьюри. Есть у него Баттерфляй. И есть у Антимага Манта Стайл. Резолюшн. В это время давайте, да. Модный Приговор давненько у нас не выходил. Новый сезон начнем. Парам-пам. Шивас Гвард есть у Резолюшна. Есть у него Аганим. Есть у него Ю. У Баунти Хантера есть... Я не знаю только что. Печаль в глазах и Туманное Будущее есть у Алоха Дэнса. Ничего нет по артефактам. Но Медальон в Кураж собрался. Так. Сайлент перемещается на нижний лайн, наверное, по фазе. Это было бы правильно. Антимаг перемещается на базу. Для кого? Для чего? Наверное, все-таки БКБ надо подумать. Антимагу собрать. Скорее всего, на это сборка и будет у Сайлент. По Нетворсу он, конечно, тут просто фору всем дает. Две сто у него... Двадцать одна тысяча, точнее, у него на руках. Сайлент. Семнадцать двести. Проигрывает. Бомжара. Пусть так и будет. Ну и LGD. Выигрывали пятерку. Теперь выигрывают три по Нетворсу. И со стороны команды LGD две с половиной было преимущество по голде. Теперь тысяча. По экспириенсу, точнее. Теперь тысяча. Алоходенса пропалили. Сейчас пойдут его сносить еще раз. Сайлент. Две семьсот уже на руках. Антимаг просто как сумасшедший фармит. Четыре-один счет. Все прекрасно для Сайлента. Просто бей-беги, когда будут все артефакты. Тут есть муншарды, которые можно будет жрать, если вдруг упрется в стенку антимаг. Помимо муншардов здесь есть куда тратить деньги. Это те же бутсов тревел, которые второго левела могут быть, которые полезны для антимага. Все необходимое имеется. Если деньги потекут рекой, затарить этого антимага можно легко будет. Соберет, например, Линкенсферу себе. Магнус повесит ее на антимага. Это еще одна графа для дополнительного подсейва антимага. Он-то нарежет. Главное просто не сливать антимага и не сливаться всей командой до того, как антимаг начинает бить. Мы видели, что случается, когда Сайлент начинает бить. Саппорты сыпятся просто как бумажные. Он их разрезает на куски моментально. 3.800 у антимага на руках. Я извиняюсь, конечно, дико, если вдруг вы хотите посмотреть, как Алоха Дэнс сейчас выглядит и что он делает на карте, а не антимага по дефолту смотреть. То вот, посмотрите. Это Алоха Дэнс, но идет с счетом 0.8-1. По идее, ничего хорошего Алоха Дэнс к концу этого матча не получит уже. Тут антимаг, главное действующее лицо. Либо он, либо команда LGD. Тут, по идее, вся команда Empire должна работать на него, на комбинацию Magnus, Disruptor со статик-штормом Kinetic Field Dome и ульта от Queen of Pain. Резолюшн, конечно, тоже очень в порядке. У него и Шива с Гвард, у него есть Аганим. Это все под один файт, под одну комбинацию, под одну задувку. Все, в принципе, будет зависеть от одного жесткого файта в пользу команды Empire. Они могут как слиться пятером, так и забрать пятерых без проблем. Если попадают у нас в эту ловушку игроки команды LGD, то, по идее, все пять там и останутся. Ну, будем надеяться. Будем надеяться, будем ждать. Команда Empire не может проигрывать, иначе они падают в сетку Виллзуров, а там в этом болоте попробуй еще побарахтайся. Мы посмотрим еще, как сегодня Na'Vi там будут барахтаться, как там дела будут у Фнатиков, Виртузов. Я не думаю, что единственный СНГ-коллектив, который вышел в Венера, должен отправляться к своим друзьям в Лузера. Дружба дружбой, а есть Сириус Бизнес. Вот он, Сириус Бизнес, бусинец. Вот, Team Empire Silent, уже 1100 на руках после приобретенного Ривера. Есть уже, в принципе, деньги на Vitality Booster. Обижал Сайлер за Сайлентом. У него нет башера. По идее, Сайлента не поймает просто так, а вот этот парень мог бы, мэйби, без маны. Просто развернись, дай ему манобрейк, и пусть корячится. Все, приобретает Сайлент себе Тараску. Фарм просто чокнутый. Смотрим, ГПМ 728. Сайлер, что там у тебя по фарму? У него по фарму 542, и вот они 629. У Сайлера топ ГПМ на турнире. На мейн турнире. За всю историю вообще доты. Интернешнолов, доты. Студии игрокам ТВ, в частности. Team Empire. Вообще игры. Компании Valve. Вообще любого киберспорта. Короче, это главное событие. Здесь лотовать никак, ни в коем случае никому нельзя. Йоку! От тебя ждут РП, но ждут все Сайлента. Где Сайлент? Сайлент уже близко. РП надо от Йоку. Надо, Йоку готовится. Сейчас, если все кружком соберутся, РП должен быть от Йоку. Йоку, где врыв? Йоку прыгает у нас в Тяуэйта. Дает у нас в итоге РП, а Сайлент начинает напиливать. Сайлент пока что в центре событий. Уже минус один сделала команда Empire. Двоих потеряли. Сайлент прыгает дальше. Алоха Дэнс пытается поймать Мэйби. У Мэйби нет маны. Сайлент должен бежать и пилить Мэйби. Пара ударов Мэйби отсюда не улетает. Мановойт был проюзан от Сайлента. Сайлент то ли за Йау, кого бить непонятно. Прыгает на Йау Сайлент. Два удара, Йау нет. Мэйби лохэпэшный. Мэйби в таверну. Сайлент, скорее всего, тоже в таверну. И продолжение от Team Empire. Это Team Wipe. Это триплкилл от Сайлента. Давайте, LGD, отдыхайте немножечко еще. 70 секунд. Можно и без вас посмотреть доту. Минус 5 от команды Empire. Йоку не очень удачная РП-шка от Йоку, но очень удачный Эмпауер от Йоку. И команда Empire, по идее, Fight Recap, я не знаю, я протратил здесь, скорее всего. Сайлент просто идет пушить. Он просто идет пушить. Он заходит на хайграунд. Сейчас придет к Сяуэйт. Это корм для Сайлента. Прыгай и выноси. Ни хрена тебе за это не будет. Вообще, крипы подошли. Все отлично. Будет прыгать на Ксяуэйта Сайлент или нет. Или да, или нет, или да. Сайлента просто так забрать не получится. Хотя впиливают в него абсолютно все, и он живет. Просто иди нарезай по Ксяуэйту. Отправляй иллюзии фармить Тавер. Сайленту надо забрать Тавер и просто бежать отсюда. Его будут пытаться стопить, только не сливаться. Ну и Яо тоже подбрасывает контроль от Сайлента, как могут. Его секунд 9 не выпускали из стана. Просто подпитал Сайлент. Алоха Дэн. Удивительно. Алоха Дэнс подфидел. Не может такого быть. Ой-ой-ой-ой-ой. Империя, Империя. Как будто один раз не опрокидывали вас спиной вниз. 2 400 по голде. ЛГД в этом файте 4 500 по экспириенсу. И Сайлент умирает очень неудачно. Он отдает Wicked 6 String. 950 голды получает Лина. А это где-то запахло аганимом для нее. Байбак от Сайлента. На Рошана пошли игроки команды LGD. Об этом знают. Имперцы или не знают? Ну... Все, что вы не знали, но могли бы догадываться. Ну, вы видели, как тяжело бьет команда LGD Сайлента с Butterfly 1 и с Heart of Tarot 2. Просто хрен его вынесешь оттуда. И у вороты. И, естественно, Spell Shield. Почему 3-го левела? Тю, блин. А я думаю. Сейчас будет 25-й левел. В принципе, Spell Shield прокачается. Короче говоря, вообще не пробивной антимаг. БКБ неизвестно, есть ли вариант вместо Владмира собирать или нет. Скорее всего, все-таки Абисал Блейд. Надо подумать об этом Сайленту. Это и дополнительные ХП благодаря Башару. Ну, ждем. Владмир можно уже сейчас было бы продать, но... Это, в принципе, дополнительная дамага для Сайлента. Она учитывается. Она тоже полезна. Ну, еще под штрафом Сайлента у нас от... Байбэка. Рошан будет через полминуты у Империи все шансы вытащить эту игру. Они проигрывали 5, потом стали выигрывать 3,5. Сейчас опять теряют преимущество. По экспириенсу проигрывали 3, выигрывали 4,5. Теперь 2 выигрывают. РП от Йоку удачный так и не зашел. Ну что, врыв пошел на ХГ. Ловят Диздраптор. Диздраптор в таверну. Сена Мидлейн пытаются выиграть расстояние, чтобы Йоку мог запрыгнуть сам. Чтобы не на него нападали, а он нападал. Сайлент. Ловит у нас ульту от Резолюшена. Йоку, где твоя РПшка? Йоку в Сайлентсе. Йоку не успеет, скорее всего, дать РП. Йоку разваливают. Йоку погибают. Сайлент здесь достаточно нормальной ситуации. Вытаскивай их на себя. Нет, он ждет здесь Яо. Он ждет здесь, будет резать его. Пока что размен 2 в 2. Резолюшн прыгает на Яо. Яо лог РПшный. Яо оставляют в покое. Резолюшн, по идее, Яо должен самостоятельно допилить. Сайлент просто фармит. Он просто фармит. Ему плевать на всех. Минус 3. Делает команда LGD. Но Сайлент вместе с Клопой живо. Это топ герой команды Эмпайр. Йоку опять не дал РП. Опять обошлись без РП. И опять это слив, по сути, в сторону команды LGD. На Рошана. Сайлент заберет сейчас Аэгу. И непонятно, Шторм уже туда движется. Шторм туда движется. Туск туда движется. У него есть даггер. Сейчас под даггером залетят. Ну и здесь нет сна. Непонятно, кому отдавать. А, Резолюшн заберет, скорее всего. Ну и Сыр здесь. Здесь Сыр. Курьер будет забирать Сыр, скорее всего. А Шарт уже полетел. Сайлент на ХГ. Возвращается назад. Сигил разбитик. К чертовой матери его разбитик. Бесит, да? Очень бесит. Владмир уже лежит в Курьере. И Алоха собирает себе Владмир. Здесь в Курьере Сайлента Влад. Сайлент успеет или не успеет. Сигил умирает. Сайлент непонятно, что делает. Йоку сейчас может дать удачную РПшку. Все. Забрали Аэгу. Команда LGD понимает, что врываться туда не надо. Они не самоубийцы. Они парни горячие, но не конченые. Так что братья просто врываться на Роху. 42-ая минута. 26-17 Team Empire. По голде проигрывает 3,5. По экспириенсу 3. Но топ Нетворс на карте это все-таки Сайлент. Он 30,5 тысяч имеет. У Сайлера 20 еще нет. Офигеть. Появляется Башер на антимаге. 1900 на руках у Сайлента. Абисал Блейд просто маст хэп в данном файте. Потому что вот этого парня под БКБ надо чем-то ловить. РПшкой не справишься. И вот этого парня через Абисал Блейд просто сам Бог велел брать и разваливать. 42 минуты. Хикса тоже маст хэп. Квапа пока что без Хикса. Резолюшн 4200 имеет на руках. Но скорее всего сейчас. Что-то подобное появляться будет. Но здесь либо свиток портала, либо Хекс. Еще и недособранный Хекс. Поэтому пока что не думаю, что он будет появляться. Горло уже не вывозит. Просто час без перерыва. Не дают замолчать ни на секунду. LGD и Эмпайр. До чего топовые коллективы здесь встретились. LGD безусловно фавориты и Эмпайр. Показывают, что они на таком плотнейшем ходу, что LGD в принципе... Да и вообще все серьезные имена они на Юле вертели. Сыру Магнуса верит в себя Йоку. Хочет пережить эти сайленсы. Это конечно жопа полнейшая для Йоку. Он РПшки 2 дал за 42 минуты. Все остальное время либо молча был. Либо пытался убегать и не юзал РП. Просто потому, что он мог понадобиться в следующем файте. А в следующем файте он стоял в сайленсе. Так, сайленту копейки до приобретения... Как же ты называешься? Сакртрелек, конечно же. И до приобретения Абисал Блейд в принципе. Помид Лейн, антимаг. Врезался в собак. Понял примерно, что кого-то инвизного втащился здесь. Ну и есть у сайлента деньги. Продал Владмир. Да, Владмир продал сайлент. На ХГ прыгает Кризалюшн. Будет идти и приобретать себя Абисал Блейд. Ну и в принципе все. Это 6-статовый антимаг. Это 43-я минута. Перефармленный антимаг. Всего достаточно. Команда Эмпайр должна впервые, наверное, за этот файт самостоятельно начать драку. А не смотреть, как это делает Шторм Спирит. Сайлент, пока здесь нет Шторм Спирита, должен просто заходить на ХГ и пилить товара. Пусть там Мэйби летает пока. Сайлент там нормально. Все по ХП. На силу. ПТ на силу. Сайлент ПТ на силу. Йоку далековато стоит. Йоку ждет. Либо вытаскивает на себя, либо нет. Он в Суна Плайбе. Статик Шторма, неужели просто перед смертью дает Статик Шторм? Сайлент прыгает у нас на Флайа Флай в таверну. Йоку продолжает ничего не делать. Йоку не может ворваться. Ловят Сайлера. Абис облевает в него. Лоу КПшный Сайлент. Убегает. Йоку никому на Скюри не вывозит. По нижнему лайнеру заходит команда Эмпайр. Ульта пошла от Сайлента. Разваливает Лину. Не в ту, наверное. Таким надо было давать ульту Сайленту. Подругу, с другой стороны, плевать вообще. Других подруг в составе команды LGD нет. В это время Сайлент разбивает нижнюю линию. Сплэшом, по идее, собаки здесь нет. Сплэш от Тавров не идет. Собаки живы. Сайлент пилит дальше Тавр. Нет Туска. Нет Дазла. Нет Лины. Вдвоем боится нападать Шторм Спирит и Ликан. У Ликана нет Шейп Шиев. Сайленту пофиг вообще на все это. По идее, должны просто разваливать стороны и заканчивать эту доту. Сайлент просто на тупом абсолютно пилит Мэйби. Абисал Блейд в него Мэйби. До свидания. Йоку дает РПшку в труп Шторм Спирита. Ну и минус две стороны. Должны ловить еще и Сайлера. Баш пройдет или нет. Плевать абсолютно Сайлент. Просто иди и бей хотя бы одну сторону. Сайлент забирает у нас Дазла. И третья сторона должна падать. Это очень быстро. Вот антимага. Эмпауэр от Йоку пошел. У него с руки 500. Конечно, здесь Тавра должны падать. Ну и все. И пошел. Бэкдор Протекшн. Команда Эмпайр не забирает третью сторону. Но уже по фарму, конечно, здесь в такие серьезные высоты направились игроки команды Империя. Выигрывают по голде 14. По экспириенсу 7000 в пользу Эмпайр. Сайлент не останавливается. 6100. Муншард купить. Муншард съесть. Купить пауэр... Пауэр. Хе. Пауэпуэпуэпуэуэр. Купить, конечно же, Бутс оф Тревел. На всякий случай. Вдруг понадобится. Ну, деньги куда-то надо вкладывать. На байбэк, когда будут деньги. Все, в принципе, в избытке уже. Голда, по идее, Муншард можно приобретать. Не убудет, так сказать. Сколько Муншард? По-моему, 4... 4300, да, так и есть. Ну и остается. Остается деньги. Так, АМ приобретает себе Муншард в курьере. АМ Муншард скушал. Все. У антимага теперь 3 удара в секунду. А под Эмпавером, под Владмером, это, по-моему, 1500 с руки просто в секунду залетает от антимага. Ну, на байбэк деньги у антимага есть. Единственное, что меня печалит, что антимаг быстро в файт не ворвется. Если сейчас он умрет, то после байбэка денег на Boots of Travel у него не будет. Ну, не думаю, что сейчас файт будет в пользу команды LGD. Они плотновато подсели, если только фида не будет. Но это знайте, это всегда пожалуйста. Это СНГ коллективы, не стоит забывать. Команда Эмпайр, команда Virtus.pro, команда Na'Vi. Они знают, как это делать. Они в этом деле преуспели. Курьера здесь сэйвит Сайлент. На резолюшный хекс сразу же. Мэйби, рпшка пошла у нас от Йоку. Наконец-то. Все это влилось в статик шторму от Always on Apply. Лоу-кпшный Ликан. Я его пока не трогаю. Сайлент пилит кого только может. Ликан байбэк. Сайлент сейчас будет просто заходить на трон. Просто идет на хэкграунд и будет валить. Мэйби, ульта пошла от Сайлента. Даблкил от него. Сайлент тоже у нас под башем. Это GGVP. LGD сливает вторую игру. Команда Empire взяли шары в кулачки. И в 47-48 минуте выигрывают этот матч. 25 тысяч преимущества по золоту, по экспириенсу. 12 ультра килл от Сайлента к финалу этой катки. Счет становится 1-1. Команда LGD это та тима, с которой можно бороться. Фантом Лансера баним антимага. Пикаем все нормально. Даже с таким Алоха Денсом. 1-10-9. Это что? Шутка Алоха Денс. Скажи-ка, пожалуйста. 0-8 Дезраптор. 0-10 Баунти Хантер. И 17-2 Антимаг. Ну, что переформил Сайлент, то в принципе не доформил Баунти. И не доформил Дезраптор. Это, в общем-то, понятно. Все. Чай, кофе. Срочно спасать горло. У нас впереди третий матч. Наверное, важнейший матч этого дня, по сути. Team Empire играет за выход и проход дальше по сетке венеров. Что может быть важнее? Разве что битва за жизнь от Na'Vi и VP. Ну, не суть как важно. Там пока что ситуация хлипкая. Да-да, нет-нет. Там такое. Может и смотреть не на что будет. А здесь я вижу, что смотреть есть на что. Впереди у нас Best of Fun. Впереди у нас, по сути, решающая игра данного противостояния. Удачи Империи. Удачи команде LGD, безусловно. Ну и топим болеем. Через 5-6 минут снова на стриме. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Заходите на сайт. Он открыт. С удовольствием будем вас там наблюдать. Участвуйте активно в жизни игрокам ТВ. Естественно, Team Empire соответственно. И услышимся через небольшой промежуток времени. Продолжение следует. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА